дорогие друзья приветствую вас на своем канале я давно вас не баловала новым материалом так как постоянно находятся в тренде те материалы которые я уже делала это бузова это казахстан например посмотрите послушайте мой прогноз прогнозы сбываются а сегодня я хочу придать предоставить вашему вниманию очень интересный на мой взгляд материал это николай федорович гамалея это российский врач я хочу посмотреть анализ личности матрицу судьбы кстати когда пишешь анализ личности это психология когда говоришь когда говоришь матрица судьбы это уже эзотерика ну как кому нравится то я хочу о нем вам рассказать немножечко буквально то что есть в интернете вы понимали кто это такой николай федорович гамалея это российский советский врач микробиолог эпидемиолог почетный член анссср академик лауреат сталинской премии родился он в одессе родился кстати в далеком 1859 году 1859 а умер в 1949 году прожил достаточно большой отрезок времени жизнь была интересной насыщенной чем он известен это человек который внес значительный теоретический и практический вклад в решение проблем иммунитета он разработал учение о дезинфекции и системы ее практического применения то есть он разработал не просто дезинфекцию но и систему практического применения этой самой дезинфекции я же буду смотреть его матрицу судьбы поэтому буду давать информацию скажем такого общего плана на что человек способен какие у него возможно кармические задачи были и вообще что это за личность что это за личность гамалея николай федорович хочу сразу же предупредить что материал буду делать на одном дыхании то есть сразу же писать и вполне возможно где-то будут какие-то возможно оговорочки может быть поправочки прошу меня простить потому что материал действительно сложный и могут быть где-то какие-то поправки и так самое главное чем обладал николай федорович гамалея это памятью у него была фантастическая память по жизни по судьбе ему было дано познать древо познания то есть вот это адамова яблоко древо познания это был сам гамалея николай федорович что еще ему надо было вернее ему было дано это древо познания и выбор между добром или злом то есть высокая программа или же низкая программа повторюсь для тех кто только что зашел что кто только что со мной познакомился низкая программа для в моем понимании в моей в моей интерпретации это зло высокая программа это добро и так ему рекомендовано по жизни по судьбе было лучше или больше проводить времени в уединении и это тот случай когда можно применить русскую пословицу десять раз отмерь а один раз отрежь так вот здесь по-другому десять раз подумай прежде чем принять решение или же провозгласить или же что-то пустить в народ или же во вселенную потому что слишком дорогие мои когда у человека есть знания когда ему слишком дано много за него борются и высокие программы и низкие программы и здесь конечно же надо проверять проверять и проверять это не совсем хороший период его рождения я бы сказала потому что я уже сказала человек изначально рождается с некой своей миссии со своими кармическими задачами я бы даже назвала этот период несколько неблагоприятным почему потому что по жизни человек нес некую или проживал двойственную жизнь его можно было характеризовать как двойственного человека как позитивный негативный то есть ну если вот у кого-то возможно спросили бы когда он в его время жизни или тот кто его знал каким он был сказали бы ну вы знаете был таким человек он и позитивный и негативный одновременно то есть в нем было зло я хочу обратиться сразу же к институту гамалея отнюдь я не претендую или же не стараюсь вас унизить я просто пытаюсь сделать анализ личности и так идем дальше это человек который познал древо познания это некий символ адамова яблока которая застряла в горле и ему было по жизни не рекомендовано работать в неких групповых делах то есть в группах то есть это день который он родился этот день в таком астральном понимании он нейтральный но он дает вернее было дано и гамалея очень много информации и эту информацию переработать понять найти зерно в этом всем скажем так астральном мире было дано только ему но и опять же напомню что надо было сто раз подумать один раз это произнести что касается самой жизни вот вообще как желает человек прожил до в бытовом плане ну это было слабо благоприятная жизнь ну какое-то такое выражение может быть вам она не по не понравится но не очень-то благоприятная жизнь но только при условии что почему не было слабо благоприятное потому что он должен был все четко продумывать есть такие люди я думаю что очень редко но вы их встречаете который даже думает надо ему идти в магазин или не надо даже если просто за компанию это человек который мог идти по млечному пути знаете за такой золотой нитью он любил природу потому что к цветам у него есть некое благоухание он очень любил нюхать цветы ну нюхать да немножко некрасивое такое слово но она приемлемо в нашем обиходе если он заболевал то болезни у него были тяжелые скажу сразу люди со знаниями у которых есть знания их подстерегают тяжелые и порой такие или же жестокие болезни это есть на него очень сильно влияла наследственность гамалея человек который по судьбе был носителем некой космической тайны хорошо если бы он эту тайну разгадал и хотя бы на каком-то интуитивном уровне передал ее нам с вами возможно это все вот эти открытия которые о которых пишут википедия и о которых мы знаем возможно но как правило такому человеку дано слишком много с тем что дано слишком много еще идут и всевозможные блокировки многие могут называть это ленью нежеланием что-то делать гамалея обладал как бы вам правильно сказать он чувствовал запахи он был даже как бы их управителем вот есть люди которые чувствуют запах ветра я таких встречала и я иногда сама когда помню об этом и начинаю принюхиваться я тоже слышу запах ветра попробуйте послушать я уверена что практически все вы будете тоже слышать запах ветра вы должны его слышать если у вас этого нет развивайтесь далее он слышал запах людей ну то что у каждого человека свой запах это понятно далее запах который он еще мог слышать или слышал это запах тончайший как бы правильно сказать эманации вселенной и вот эти запахи он еще мог разделять то есть почему потому что запахи были разные и ему это тоже было дано здесь так и хочется сказать что гамалея умел или держал нос по ветру да а ветер эта информация кстати если взять чисто астрологию то вообще если окунуться в астрологию то здесь можно сделать очень интересный анализ астрологи пожалуйста не спите гамалея человек очень упорный он придерживался по жизни своих идей с такой стойкостью что это вызывало уважение у окружающих его людей его интересы конечно же тоже были направлены на материальный мир и он нес этот свой крест и не протестуя то есть он не протестовал но самое главное что он никогда он не то что никогда а он не отступал какое бы сильное давление на него не оказывали другие люди и в общем-то мог отобрать вот этот скипетр который как он считал он принадлежал ему это вот может быть вот это признание его и так далее но скажу только одно что если это тебе не принадлежит то отобрать это тоже невозможно согласитесь поэтому ему по жизни вот было дано то что дано человек артистичный яркий его интересовала поэзия но к сожалению с карьерой было сложно здесь можно даже сказать что периодически наблюдалось отсутствие карьеры ему надо было многое сделать чтобы не то что ситуация а его то что он сделал вот надо что-то было сделать чтоб то что он сделает работала на него и как бы была открыта дорога он по жизни пожелал пожинал плоды своих усилий но эти плоды усилий он пожинал только во второй половине своей жизни чисто любивые у него были помыслы он был уверен в себе я уже сказала что воля к победе и он много трудился для того чтобы получить эти необходимые знания ну организаторские способности люди которые могут чего-то в жизни добиться как правило у них и есть эти организаторские способности и самое главное что эти организаторские способности способности прежде всего в первую очередь работают на самого человека и конечно же он обладал даром пророчества что касается его характера то характер у него был сложный и этот характер прошел некий путь формирования я бы сказала он прошел через суровую проверку и испытания на прочность я говорю о характере такое тоже бывает во первых человек придерживался крайностей но обстоятельства по жизни заставляли его искать некие традиционные и умеренные пути и даже принимать помощь а теперь внимание пожалуйста вот это вы должны услышать подсознание гамалея это некий алмазный путь то есть он шел за своим подсознанием он умело использовал информацию которую приносило ему подсознание ему было дано понятно излагать свою точку зрения по жизни дано почему именно дано потому что иногда человека учишь 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 и его никак не научишь правильно излагать свои мысли а здесь ему было это дано он хорошо делал свое дело прекрасно притворял свои идеи в жизнь у него было шикарная интуиция творческое воображение гармония сознания и подсознание здесь было просто все великолепно судьба его вооружила я бы так сказала властью связанной в основном с земными знаниями и науками гамалея был человек с математическим складом ума он был склонен обсуждать разнообразные проблемы которые возникали в повседневной жизни и ни с чем не соглашался без проверки и размышлений то есть если была какая-то проблема и она его напрягала или же он сомневался он он прежде всего это все сам проверял его миссией было чистить землю от всякой нечисти конечно же жизнь была полна искушений обманов и иллюзий грехов дорогие друзья это был краткий анализ николая федоровича гамалея российского советского врача микробиолога эпидемиолога почетного члена анссср академика амэн ссср лауреата сталинской премии я уже говорила выше что он был известен или же сейчас о нем говорят как о человеке внесшим значительный теоретический и практический вклад в решение проблем иммунитета это человек который разработал учение о дезинфекции и систему ее практического применения систему практического применения дезинфекции пожалуйста пишите ваши комментарии ваши мысли ставьте лайки подписывайтесь с вами была я зоя клемюк удачи удачи